Добрый день, уважаемые слушатели! Начинаем цикл лекции по психологии. Итак, сегодняшняя наша тема «Введение психологии». Я сегодня вас познакомлю с предметом, задачей психологии, связи психологии с другими дисциплинами, а также со структурой психики. Итак, психология – это гуманитарная наука, которая изучает внутренний мир человека, его психику. Слово «психология» возникло от взаимосвязи двух слов «психия» и «логос» наука о душе. Итак, психология – это наука, изучающая закономерности, возникновения, формирования, развития психики в сознании человека. Итак, современная психология изучается в двух аспектах. Первое – в теоретическом аспекте, второй аспект – это практическое направление. Основоположником практической психологии считают немецкого ученого Вильгельма Вунта, который в 1879 году в городе Липциге открыл первый психологический кабинет, говоря простым языком физиологическую лабораторию. В 80-х годах данная лаборатория стала называться Институтом экспериментальной психологии и стала базой для исследования многих ученых в области психологии. Итак, психология тесно связана с различными направлениями и с различными дисциплинами, например, культурологией, социологией, психолингвистикой, кибернетикой, педагогикой, физиологией, физикой, анатомией и так далее. Отрасли психологии делятся также на две части. Первая – фундаментальная, или сюда относятся базовые отрасли. И вторая – прикладные отрасли. Базовые отрасли изучают психические явления, проявляющиеся в различных сферах жизнедеятельности человека, а прикладные отрасли изучают какие-либо узкие группы явлений, присущие для людей или для поведения людей, занятых в определенной сфере. Например, здесь мы можем сказать медицинская психология, педагогическая психология, военная психология, юридическая психология и так далее. И вот на данном слайде буквально перечисляются именно те дисциплины, которые, собственно, и составляют вот эти две вышеназванные группы. Итак, перейдем к структуре психики. Основная структура психики такова. Она делится на три группы. Большие группы. Первая – это психические процессы. Вторая – это психические свойства личности. И третья – психические состояния. Итак, что такое психические процессы? Это форма существования психики. Это динамическое отражение окружающей действительности в мозге человека. Сейчас подробно еще рассмотрим. Психические свойства личности – это устойчивые, постоянно проявляющиеся характеристики личности, которые обуславливают его поведение вообще в процессе жизни. И психические состояния – это такие состояния, которые отражают функционерные психики именно в данный момент. Мы сейчас подробно их рассмотрим. Итак, психические процессы. Психические процессы делятся на три группы, в свою очередь. Познавательные, эмоциональные, волевые. Познавательные – это ощущение, восприятие, внимание, память, мышление и воображение. Эмоциональным относятся эмоции, чувства, аффекты, настроение человека. И к волевым относятся борьба мотивов, принятие решений, постановка целей. Психическим свойствам относятся темперамент, характер, направленность, способности человека. А к психическим состояниям относятся такие состояния, как активность, бодрствование, пассивность, усталость, апатия, аффект, возбуждение, интерес, внимание и так далее. Итак, я бы хотела вам подробнее рассказать о психических познавательных процессах. Итак, внимание. Внимание – это когда в мозгу человека происходит выделение чего-то конкретного и сосредоточенность на этом. И поэтому здесь можно сказать, что внимание само по себе как бы не является психическим процессом, но в то же время без внимания мы не можем сформировать другие психические процессы. Например, если мы без внимания прочитаем книгу, мы, соответственно, ее не запомним. Если мы ее не запомним, то мы не сможем мыслить о содержании этой книги и так далее. Итак, внимание само по себе делится на три группы. Это произвольное, это непроизвольное и послепроизвольное. Ощущения. Ощущения – это первая ступень вообще любых психических процессов. Ощущения – они свойственны и человеку, и животным. Это отражение в сознании человека отдельных свойств, качеств, явлений, предметов и окружающей среды. Например, запах, цвет, вкус, форма и так далее. Сейчас я хочу вам предложить одно короткое упражнение. Закройте глаза, представьте себе, что вы в рот положили дольку лимона. Что вы почувствуете? Да, во рту начинается собираться слюна. Если так посмотреть, то вряд ли возле вас на столе есть лимон, но ваш организм, помня, что вы когда-то пробовали лимон, реагирует именно таким образом. Вот это ощущение. Восприятие. Восприятие – это целостное отражение окружающей действительности, свойств, качеств, качеств явлений. Теперь восприятие ощущения очень похоже, но в то же время они отличаются. Чем? Ощущение – это отражение отдельных свойств предмета или явлений, а восприятие – целостное. И поэтому, знаете, вот такой яркий пример восприятия. Например, если мы видим стул со сломанной ножкой, мы не говорим, что это сломанная ножка, мы говорим, в целом это стул. Или если вы слышите отрывок песни, приятной вам песни, вы точно знаете, что это именно та или иная песня, несмотря на то, что вы слышите буквально фрагмент из этой песни. Память. Вообще память является одним из сложных психических процессов, потому что память сама состоит из нескольких процессов. Например, это накопление, сохранение, воспроизведение памяти. И поэтому мы говорим, что память – это способ удержания психики, удержания прошлого. И, знаете, вот эта память, она держит такую информацию в мозге человека и передается поколениями, как некий накопленный опыт. И поэтому, знаете, память, она облегчает жизнь человека настоящим и будущим. И следующий процесс – это мышление. Да, мышление – это процесс отражения сознания человека связей, взаимосвязей и отношений между предметами и явлениями действительности. Вообще, вы знаете, мышление, как психический процесс, свойственен только человеку. И поэтому, знаете, всё, что окружает нас в 21 веке, это, например, тот же космос, это инновационные технологии, это какие-то трендовые производства, всё новое, что окружает человека сейчас в нашей действительности, это всё производное от мышления человека. И, знаете ли, здесь вот можно говорить о том, что есть формы мышления, есть операции мышления, есть умозаключения. Настолько сложный процесс мышления. Без мышления человек не мог бы стать тем человеком, который сейчас стоит во главе, во главе вообще млекопитающих животных, млекопитающих животных в нашей настоящей действительности. И ещё, как человек выражает свою мысль? Он выражает через речь, через слово. И поэтому мы мышление всегда рассматриваем во взаимосвязи с речью. Итак, вот здесь вот, ну, можно немножко подробно сказать, что форма-то конкретно действенная, наглядно-образная, абстрактно-логическая, различает мышление по характеру, по степени развернутости и осознанности, по степени новизны и оригинальности. Это отдельная тема, которую, возможно, мы с вами рассмотрим позднее. Итак, воображение – это психический процесс создания нового в форме образа представления или идеи на основе переработки мысленной реконструкции представлений, имеющихся в опыте человека. Вообще, человека, у которого очень хорошо развит процесс воображения, мы называем креативным человеком или творческим человеком. И знаете ли, чем больше и разнообразие опыт человека и его кругозор, оказывается, тем больше у него возможностей для развития воображения. Благодарю за внимание. Продолжение следует...